Привет, друзья! Сделайте, пожалуйста, вот так. Я вам покажу приём. Да, маленький новый приём. Очень простой, очень эффективный, такой мощный, что поможет вам решить вопрос, который для вас жгучий, который сейчас вас волнует, и вы не знаете, куда себя деть, потому что этот вопрос прямо висит у вас. Он может касаться чего угодно на свете, но вы его сформулируете сейчас ясно и понятно для себя. Да, даже, может быть, проговорите его для себя, чтобы чётко понять, какой вопрос вы хотите решить. Проговорили? Теперь внимание. Теперь складывайте пальцы вот так, чтобы пальцы рук переплелись. Так. Делайте руки вот так, что не можете их разнять. И давайте свой вопрос проговорите ещё раз. Да, вдумайтесь, вдумайтесь, создайте намерение, что когда вы после этого отпустите руки, а вы их сразу не сможете разнять, потому что вы их сжали крепко, сжимаете ещё сильнее. Ну вот на пике напряжения словесно проговорите себе свой вопрос. Ну, на пике напряжения проговорите вопрос. И так, а теперь разняли руки. Разняли. Ну вот. Сегодня к вечеру время от времени отпускайте мысли на самотёк, чем бы вы ни занимались. Например, мойте посуду, как Агата Кристи, или думайте над стихотворением, как Пушкин, нарисуете там свои портретики, или даму всё время рисовал. То есть отпускайте мысли на самотёк и делайте что-то автоматически. На кухне там, или за рабочим столом, на своём месте. И время от времени отпускайте мысли. И придёт решение. Да, потому что вы его создали этот вопрос, осознали этот вопрос, создали намерение, создали пик напряжения, довели вопрос до всех механизмов бессознательного. А когда вы отпускаете и занимаетесь каким-то автоматическим действием, пускаете мысли на самотёк, этот вопрос обрастает потоком свободных ассоциаций из бессознательного. И появляются решения. Да, самые такие простые и понятные. И вы скажете себе, что же я раньше до этого не додумался. А потому что вы создали пик напряжения с этим вопросом, а потом расслабление. А на этой волне, да, и вы увидите, что получится. И пишите мне, друзья, в комментах.